Я рад вас приветствовать! С вами снова я, Александр. И сегодня я хочу вам показать немножечко такую уникальную в своем роде коляску. Эта коляска называется GB Pocket. Это самая маленькая в мире коляска среди складных колясок. Так что вот эта коляска. Давайте я вам сейчас расскажу немножечко в двух словах о технических ее характеристиках. А дальше уже посмотрим, что она из себя представляет. Она предназначена детям с 6 месяцев до ориентировочно 3 лет. Там плюс-минус, потому что важнее тут не возраст, а вес ребенка. Она выдержит максимальный вес ребенка не больше 25 килограмм. Поэтому учтите это при покупке. Что касается самой коляски. Немножко необычно здесь все. Точнее говоря, она классическая коляска, но она имеет очень интересный механизм при складывании. Об этом чуть-чуть позже я вам расскажу. А сейчас давайте ее сверху вниз начнем изучать. Как вы видите, здесь ручки у нас вот такие по бокам, как штурвал самолета. И здесь как таковой регулировки отдельной по углу наклона нет. Здесь есть возможность вот так вот отрегулировать. Ну, такая я не знаю, кому понадобится. Но можем считать, что она не регулируется по высоте. Вот такая высота. Что касается козырька. Здесь есть вот такой вот маленький козырек. Он есть. Больше нечего тут добавить. Какой-никакой, но он есть. Само сидение здесь тоже обычное. Кстати, ткань очень приятная. Она в первую очередь для путешествий, для отдыха. Брать с собой в жаркие страны. Чтобы не напрягать себя дополнительными там большими колясками в походах. И ткань, мне кажется, летом не будет ребенок не особо париться. Она очень тактильно приятная. И раздражать ребенка никак не будет. Ну, здесь пятиточечная система ремней. Накладки есть на плечевой зоне, в паховой зоне. Это все понятно. Бампера здесь нет. Также здесь нет возможности никакой регулировки по наклону спинки. Вообще никакой регулировки нет. Сейчас в конце поймете, почему здесь всего этого нет. Здесь огромный плюс в другом. Так, что касается багажника. Багажник здесь есть. Какую-то мелочевку положить вы сюда сможете. Немного, но сможете. Есть подножка для ребенка тоже. Так, собственно все. Само шасси, оно такое. Вроде бы вот все как-то гибкое. Но запас прочности здесь есть. Потому что производитель заявляет до 25 килограмм выдерживает коляска. А это многого стоит. Она достаточно долго прослужит, по моим ощущениям. Если ее вот так вот щупать, здесь все крепления, все очень такое мощное. Так, и давайте теперь посмотрим на колеса. Колеса у нас здесь маленькие, маленького диаметра. Все ее технические характеристики в цифрах, размер, ширина. Вот это все я добавлю в описании к видео. Поэтому там можете ознакомиться. Вот, колеса небольшие, сдвоенные. Спереди есть возможность блокировки колес. Вот, все стандартно. Так, и теперь самое интересное. Давайте посмотрим, как она складывается. Для того, чтобы сложить, нажимаем вот эти две кнопочки. Опускаем вниз. И первый вариант складывания я вам покажу. Все просто, вот как я делаю. Смотрите, давим. Вот, дальше. Это еще не все. Казалось бы уже все, но не все. Все. Вот это первый вариант ее сложить. Я не знаю, она реально самая маленькая в мире колеска. Так, смотрим второй вариант. Чтобы разложить сразу, смотрите, как это делается. Все, поехали. Чудо-козырек ставим и в путь. Так, смотрим на второй вариант складывания. Здесь есть такие кнопочки, кнопочки сбоку. Так. Я специально так показываю, чтобы вы видели. Вот. Потом берем. Схема та же. Вот. Получаем коляску еще более маленького размера в сложном виде. Эта коляска, она реально помещается, в принципе, во многие женские сумочки. Поэтому тут никогда не возникнет вопрос, пустят вас самолет, не пустят. Это естественно, вас везде с ней пропустят. И у вас коляска всегда с собой. Поэтому вопросов здесь не будет. Все это выпрямляем. Все это можно делать ногой. А я показываю вам просто рукой. Вот. Вот такая вот чудо-коляска сегодня на обзоре. Поэтому в двух словах моего мнения вам скажу. Это просто огромная находка для путешественников, родителей, которые не хотят себя грузить лишним грузом, а всегда берут с собой все самое по минимуму. И теперь у них есть возможность взять с собой коляску тоже. Поэтому стоит реально обратить на нее внимание. На мой взгляд, качество очень даже неплохое. Все минусы, что здесь не наклоняется спинка, маленький козырек, они все компенсируются ее размерами. Ее можно положить даже внутрь в чемодан свой с вещами. Вот. В рюкзак, за спину. В общем, не знаю. Мне кажется, очень интересный вариант. Поэтому смотрите, выбирайте. И, собственно, это все насчет коляски. В заключение я хочу поблагодарить магазин Первой коляски за предоставленную коляску на обзор. Вам, если это было видео полезно и интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И хорошего вам выбора. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok